Спонсор программы – сеть магазинов «Акватория». Торговая сеть «Акватория» представляет ванную комнату вашей мечты. В нашем новом салоне сантехники вас ждут самые роскошные модели и революционные инновации. Лучшая мебель для ванных комнат с фасадами ручной работы. Стильный и эргономичный санфоянс. Коллекции в любом стиле – от классики до модерна. И полная комплектация – от смесителей до зеркал. Окунитесь в роскошь в новом салоне сантехники. Наш адрес улица Сау-Барака, 55А, магазин «Акватория», 3-й этаж. Здравствуйте, с вами пресс-новости. Евросоюз подготовит возможные новые санкции против России в связи с ее участием в украинском конфликте, которые могут быть быстро введены, если Минское соглашение о прекращении огня будет нарушено, сказал сегодня министр иностранных дел Великобритании Филипп Хамонд. Евросоюз останется един по вопросу санкций. Санкции должны действовать, пока не будет полностью выполнено Минское соглашение, приводит рейтерс слова Филиппа Хамонда. Филипп Хамонд сказал, что Великобритания не собирается поставлять Киеву оружие, но ничего не исключает на будущее, так как ситуация на востоке Украины меняется. В рамках выполнения минских договоренностей украинские военные сегодня начинают отвод от линии разграничения на востоке страны реактивных систем залпового огня «Ураган», сообщил представитель штаба Анатолий Стельмах. Отвод систем залпового огня «Град» происходил вчера на протяжении суток. В пятницу будет очередной этап отвода. Это будут системы «Ураган». «Мы уже повезли журналистов для наблюдения за процессом отвода», передает Интерфакс слова господина Стельмаха. Ранее на брифинге он рассказал, что украинская сторона продолжает соблюдать режим прекращения огня и отводит вооружение от линии боестолкновения. ОБСЕ предоставляет и нам документы, подтверждающие, что боевики отводят такое же количество вооружения от линии боевого столкновения. «Исходя из этого, мы надеемся, что мир наконец-то придет на земли Донбасса», сказал Анатолий Стельмах. Ответ президента России Владимира Путина на письмо президента Украины Петра Порошенко по поводу содержания в СИЗО летчицы Надежды Савченко направлен в Киев. Ответ за подписью президента Российской Федерации уже подготовлен и отправлен, приводит та слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что содержание служебной переписки на высшем уровне не разглашается. Ранее президент Украины сообщил, что направлял письмо Путину с просьбой освободить гражданку Украины Надежду Савченко, которая содержится в московском СИЗО, по обвинению в пособничестве в убийстве двух российских журналистов под Луганском и незаконном пересечении границы Российской Федерации. Директор французской редакции агентства ЭФП Бернар Пелегрен и ее главный редактор Дидье Лара подали заявление об увольнении в связи со скандалом, вызванным публикацией ложной информации о смерти французского бизнесмена, сообщает газета МОНД. Пять дней назад французское агентство опубликовало новость о смерти Мартена Буига, главы крупной французской компании Буиг. Эту новость перепечатали многие СМИ, однако очень быстро выяснилось, что Буиг жив и здоров. Ошибка закралась ввиду недопонимания между журналистом агентства и представителями властей, с которыми он общался. Впоследствии агентство ЭФП принесло извинения за ошибку. Аппетит казахстанских дам на власть растет, как посчитала Нацкомиссия по делам женщин и семейно-демографической политики. При президенте Республики Казахстан нынче по карьерной лестнице в системе госуправления поднимается вдвое больше начальниц, чем 10 лет назад, пишет Экспресс-К. Любопытную статистику о командирах в юбках вчера привела зампреднацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политики и по совместительству мажорецвумен Елена Тарасенко. Представительность женщин на руководящих должностях в местных исполнительных органах за последние 10 лет увеличилась в два раза и составляет 20,7%, сообщила она на площадке службы центральных коммуникаций. Женщины в областных маслехатах занимают 13% вакансий, городских 22%, районных 19,6%. Между прочим, в высшем и местных законодательных храмах нашей страны депутатские кресла занимает рекордное число дам. В стенах казахстанского парламента, по ее данным, 26% представительниц прекрасного пола. В региональном же разрезе самый высокий процент леди в обл маслехатах, Костанайской области 32%, Североказахстанской 29% и Актюбинской области 22%. А теперь интересная информация от нашего спонсора. Компания «Акватория» поздравляет всех женщин с весенним праздником. 8 марта рады сообщить вам о праздничных скидках на сантехнику, фильтры для очистки воды и многое другое. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и чистая вода вместе с компанией «Акватория». Мы также присоединяемся к поздравлениям. Это были все пресс-новости. Смотрите нас и сегодня вы увидите то, что другие прочитают только завтра. Ну а мы увидимся сразу после праздников на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok